добрый день друзья тысячи фактов убедительно говорят о том что животные обладают удивительным даром исцеления людей на сегодняшний день зоотерапия развита во многих странах мира первыми на ум приходят кошки которые обладают терапевтическим воздействием однако ученые называют еще несколько животных с ярко выраженными лечебными способностями о которых мы вам хотели бы рассказать лучшими лекарями по мнению ученых конечно же являются кошки как оказалось эти ласковые домашние любимцы умеют лечить разнообразные психические расстройства депрессии неврозы стрессы астму и переломы конечностей вам обязательно нужно завести кошечку если вы страдаете от болей в суставах и желудке исследователи из берлинского института геронтологии установили что наличие кошки влияет на продолжительность жизни человека кошатники живут в среднем на 10 лет больше чем те кому не повезло обладать пушистым лекарем собаки как и кошки помогают своим хозяевам при депрессии кроме того собаки могут избавить от сердечно сосудистых заболеваний а также выявить рак на ранней стадии каждая порода имеет свою узкую лечебную специализацию но все собаки обязательно приучат вас вести здоровый и активный образ жизни ведь с ней необходимо постоянно гулять ученые пришли к выводу что при наличии в доме собаки дети реже подвергаются стрессу и впадают в депрессию непревзойденными терапевтами являются лошади существует даже специальный раздел медицины который называется ипотерапия долгое общение в компании с лошадьми поможет вылечить психические заболевания и целый ряд желудочно-кишечных расстройств лошади успешно помогают детям с такими тяжелыми заболеваниями как детский церебральный паралич миопатия сколиоз аутизм проблемным подросткам общение с лошадьми тоже идет на пользу трудолюбивые маленькие пчелки тоже являются удивительными лекарями и помогают человеку избавиться от больших проблем они отлично лечат ревматоидный артрит рассеянный склероз и патологии мышц кроме того продукты их жизнедеятельности мед прополис и яд являются отличными средствами для лечения еще целого ряда болезней многие слышали что близкое общение с дельфинами вызывает различные положительные воздействия на организм человека улучшается настроение общее состояние происходит снижение стрессовых нагрузок последствия перенесенных травм научно подтверждено что контакт с дельфином способствует лечению довольно широкого спектра заболеваний от аутизма и синдрома дауна до расстройства памяти речи или слуха дельфины хорошо справляются с медико-психологической реабилитации для тех людей кто перенес тяжелые психологические травмы одним из чудодейственных врачевателей являются пиявки которые почему-то всегда внушали людям безотчетный страх первые сведения об использовании пиявок с медицинскими целями известны были еще в древнем египте а в современной медицине лечение пиявками называется герудотерапией и используют при заболеваниях сердца печени легких желудка глаз при туперкулезе и многих других недугах при болях в суставах и венах вам на помощь придут змеи они обладают способностью уничтожать больные клетки в человеческом организме при правильной дозировки и от может быть полезен при многих тяжелых заболеваниях даже при лечении онкологии человеку который постоянно находится в стрессовом состоянии наверняка стоит задуматься об аквариуме ведь наблюдая за размеренно плавающими рыбами человек отключается от повседневных забот и получает эмоциональную разрядку по словам экспертов аквариум помогает при лечении гипертонии стенокардии неврозов депрессий созерцание рыбок также облегчает простуду бессонницу псориаз и нейродермит рыбки способны повысить интеллектуальный уровень человека в это трудно поверить но доказано что попугайчики облегчают боли в сердце а также врачуют заикание нейродермиты и неврозы пение канареек также успокоит нервы и повысит настроение даже такие казалось бы малоприятные животные как белые крысы способны принести человеку пользу они помогают больным неврозами и тем у кого проблемы с суставами помогают хозяевам преодолеть неуверенность в себе избавиться от комплексов и замкнутости рептилии лекари нервной системы человека посещение террариума оказывает положительное воздействие на больных неврастении или слабоумием на самом деле все живые существа способны оказывать терапевтическое воздействие на организм человека главное не забывать что любая зоотерапия при серьезных расстройствах здоровья должна сопровождать специализированное медицинское лечение а не замещать его друзья пишите в комментариях считаете ли вы что животные могут лечить и знаете ли вы примеры чудеснейшего исцеления подписывайтесь на наш канал ставьте лайки поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями если вам понравилось это видео продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале необыкновенная вселенная всем пока и до до новых встреч